МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Рудая. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Анатольевич Хубезов, главный врач областной клинической больницы. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. – Скажите, пожалуйста, у вас в больнице появилось какое-то оборудование уникальное, которое помогает распознать рак на ранней стадии. Расскажите, что это за оборудование и какими такими технологиями удается это всё узнать? – Это современный анализатор, который позволяет выявлять в кале даже малейшие частицы крови. В результате этого делается анализ кал на скрытую кровь. И, соответственно, все положительные пробы. Анализ очень чувствительный. Действительная методика – самое лучшее, что сейчас имеется в мире. И практически все положительные пробы 100% говорят о наличии той или иной патологии. Это либо незначительные патологии, может быть, например, полипы небольшие в толстой кишке. Но все мы знаем, что так или иначе с течением времени большинство полипов могут превратиться в рак. Либо другие заболевания – дивертикулёз, язвенный колит в неактивной фазе, болезнь крона и так далее. Но в любом случае почти всегда положительный анализ свидетельствует о том, что пациента надо полечить от того или иного заболевания. Это может быть и оперативная в том числе вмешательство, правильно? Скажите, вот пришёл человек, обнаружили скрытую кровь. Дальнейшие действия – это диагностика обследования? Что вот в дальнейшем ждёт? Да, полное обследование включает в себя два этапа. Первый этап – это скрининговый метод. Что такое скрининг? Это метод обследования максимально большого количества населения. То есть, во-первых, он должен быть простым, дешёвым и информативным. Соответственно, всё население старше 48 лет должно проходить это исследование. Если выявляется положительная проба, более 100 единиц, такие пациенты уже идут на второй этап скрининга. В один этап скрининга делается только в Японии. Там сразу всем выполняется фиброколоноскопия, это эндоскопическое исследование. Во-первых, оно достаточно неприятное, во-вторых, оно всё-таки дорогое. И даже в Японии сейчас также все становятся на эту двухэтапную систему скрининга. В Европе, в Америке, во всех цивилизованных странах происходит именно так. И в наиболее продвинутых регионах Российской Федерации – Татарстан, Башкортостан, Москве, в Калуге – вот имеется уже такой опыт положительный. Теперь он есть и в нашей области. Вы сказали, что население будет, вот, большей частью внимания уделяться населению старше 48 лет. А вот какую-то возрастную группу можно определить, кто подвержен? Это молодёжь или всё-таки более старшее поколение, или нельзя сказать по возрасту? Группа рисковая, имеете в виду? Да. Их четыре основных, четыре группы населения. Это, во-первых, лица старше 48 лет. Как правило, наиболее часто рак возникает от 60 до 70 лет в этом промежутке. Это первая группа риска – возрастные пациенты. Следующая группа риска – это наличие в анамнезе полипов прямой кишки. Если находили полипы, это, в первую очередь, надо проходить и анализ калу на скрытую гровь, либо сразу выполнять сколоноскопию. Лучше даже сразу выполнять сколоноскопию, если были полипы. Там уже раз в год проходят обследования. Но эти пациенты, как правило, уже знают. Следующая группа населения, которым не надо ждать 48 лет, это у кого в анамнезе, у родителей, у родственников был рак прямой кишки. Либо злокачественные заболевания желудка, меньшей степени пищевода, желудочно-кишечного тракта. Им тоже лучше пройти, не дожидаясь даже 48 лет, анализ калу на скрытую кровь. Опять же, речь идет только в тех случаях, когда не было кровотечения. Если были кровотечения, сразу надо делать калуноскопию. Этот анализ направлен на то, чтобы как раз ту бессимптомную группу, к сожалению, очень часто рак толстой кишки течет бессимптомно. То есть никаких нет симптомов, кроме общих, слабость, утомляемость повышенная и так далее. И уже когда обнаруживается рак, к сожалению, часто бывает уже поздно что-то делать. Уже имеются метастазы в легких, в печени, и невозможно этому пациенту уже радикально помочь, излечить от рака. Вот как раз на эту группу и направлен этот анализ. Там, где он течет бессимптомно, вот как раз этот анализ очень чувствительный и позволяет обнаружить его, не прибегая к таким достаточно неприятным методам исследования. Дмитрий Анатольевич, ну вот не могу не спросить, все-таки анализ на скрытую кровь, ой, это не новинка. Он был у нас, в каждой поликлинике его делали. А у вас он чем отличается разительно? Ну, то, что делал раньше, очень много и ложно-отрицательных, и ложно-положительных результатов. В общем, было вообще большое сомнение, стоит ли его делать, потому что очень много неинформативных и ложных результатов. Как раз наш вот этот, который у нас в нашей области, закуплены тесты, они самые чувствительные, самые информативные. То есть, я еще раз повторюсь, в 100% случаях надо пациента лечить от того или иного заболевания. Потому что все они, даже если находится дивертикулез, язвенный колит, это как раз четвертая группа, о которой мы еще не говорили, которая должна проходить. Группа риска, в том числе развития рака, это предраковые заболевания воспалительные, такие как язвенный колит, болезнь крона, также необходимо это выполнять. Скажите, пожалуйста, вот как-то зависит от образа жизни человека, возникнет у него рак или нет? Вот сейчас все чаще можно прочитать статьи каких-то ученых европейских о том, что наследственность все-таки не главную роль играет. Ну, это, безусловно, это экология, питание, наличие стрессов, их достаточно много. Но наследственность достаточно огромную роль играет. Не прямую роль, да, это не 100%, что если у вас были родственники злокачественной заболевания, то у вас будет. Далеко не так. Но, по крайней мере, частота возникновения у родственников намного выше, чем у средней популяции населения. Ну, вот с экологией мы вряд ли что-то можем сделать, да, как-то нас окружают все-таки и заводы, и машины, и без этого мы уже никак не можем обойтись. Но, наверное, то питание, то, о чем вы сказали, за этим мы можем следить. Вот какие-то рекомендации общие можете дать? Конечно. Это, прежде всего, употребление достаточного количества растительной клетчатки. В каком-то году, лет 10 или 12 назад, это было на первом месте противораковой комиссии США. Именно употребление растительной клетчатки и предотвращение рака. Как можно меньше питаться фастфудом, ну, все понятные, это пряности, там, сосиски всевозможные, то есть полуфабрикаты. Как можно больше, естественно, в том числе морепродуктов, растительной пищи. Ну, и режим питания. С утра обязательно стакан прохладной воды, на ночь стакан кефира и питание где-то 4-5 раз в сутки без переедания. Избыточный вес. В первую очередь, конечно, страдает сердечно-сосудистая система, но в том числе и пациентов с избыточным весом, также чаще, в том числе и рак возникает. Еще один вопрос, который я просто не могу вам не задать. Вот скажите, пожалуйста, онкология, рак, для многих это слово звучит очень страшно. Это все-таки в нашей стране сейчас, и в том числе в Рязани, это приговор? Ну, далеко нет. То, что в Рязани это приговор, это точно нет. Сейчас, в общем-то, уровень развития медицины, в том числе онкологической службы, мы являемся, наша клиника, также частью учреждений, которые оказывают помощь. Здесь, безусловно, все делается под руководством нашего экологического диспансера, который, собственно, и осуществляет надзор за данными пациентами. Уровень сейчас и оборудования, оснащения наших клиник, он очень высокий. Практически вообще ничем не уступает. Уровень хирургии во многом и превосходит, включая даже некоторые московские, ну, не некоторые, а средний уровень московских клиник. По некоторым заболеваниям действительно это топ-уровень. Это точно не приговор. Если мы все-таки более подробно поговорим здесь о раке толстой кишки, почему мы его берем именно на эту локализацию? Потому что именно рак толстой кишки, если его вовремя выявить, там практически излечимость 100%. А когда не вовремя выявлен, там плохой уже результат. Достаточно быстро пациенты погибают. И качество жизни после операции не очень хорошее. То есть как раз вовремя удаленный полип через задний проход, никто даже, по сути, это пятиминутная, даже двухминутная манипуляция и спасает человека от того, что если он придет через несколько месяцев или через год, у него будет уже рак, может быть неоперабельный. И, к сожалению, эта трагедия уже не только для пациента, для всей семьи, а у некоторых еще были раньше симптомы. Спрашиваешь, почему вы вовремя не пришли к врачу, либо боялся, что у него найдут вот этот диагноз. Но тут мне вообще это непонятно, бояться точно нечего. Если он есть, то его чем раньше выявишь, тем лучше. А если его нет, то наоборот, вот этот груз с плеч просто он снимет и будет жить полноценной жизнью. Я не понимаю, как можно жить, думаю, что вот у меня может быть, например, там нехорошая болезнь. Либо ее надо выявить и вылечить, либо надо уже четко понимать, что ее нет. Дмитрий Анатольевич, еще хотелось бы с вами поговорить о симптомах. Вот вы говорите, некоторые замечают симптомы, но боятся идти в больницу. Что нас может насторожать? Какие симптомы? Главный комплекс симптомов – это патологические примеси из прямой кишки. Как правило, это кровь и слизь. Учащенные позывы, анодификацию, ну и общие симптомы, они для многих болезней одинаковые. Это общая слабость, утомляемость, повышенная потливость, похудение и так далее. Но вот похудение, особенно если начинает человек все-таки худеть, здесь надо точно бить тревогу. Если еще и присоединяется выделение крови и слизи с прямой кишки, это надо бегом бежать уже к врачу. Дмитрий Анатольевич, вот заболевание выявили на ранней стадии, его локализовали, локализацию убрали, вырезали. Что здесь происходит с пациентом? Это химиотерапия, это лечение препаратами какими-то? Вот что? Вот, в общем, основная прелесть вот этих скрининговых методов выявления на ранних стадиях в том, что не нужно ни химиотерапии, ни лучевой терапии, ничего. Быстро, минимально, инвазивно удаляется полип. Сейчас, кстати, у нас появилась возможность выполнять и подслизистую резекцию. Даже ранний рак кишечника может быть удален через колоноскоп, вообще даже без проколов. Не лапароскопически, а полностью через задний проход, буквально за 5 минут. Это стало возможным благодаря приобретению, с помощью, опять же, нашего правительства, самого экспертного уровня колоноскопа операционного. И у нас уже достаточно большой опыт, уже эти операции встают на потоке. И это намного дешевле, чем сначала делать операцию тяжелую, потом делать химиотерапию, лучевую терапию. После этого, если надо использовать технические средства реабилитации, ежегодно примерно 50 тысяч в среднем уходит на этих пациентов. А стоимость всего одной полипектомии, ну, для пациентов-то это вообще бесплатно. Скажем, сколько государство затрачивает на стерилизацию, на износ оборудования и так далее, там, порядка 50 тысяч рублей, вот и все. То есть несоизмеримые цифры. Многие уникальные операции, которые в других клиниках делаются за деньги, у вас делаются по системе обязательного медицинского страхования, это так? Они все бесплатно у нас делаются. Если у пациента есть полис, и он гражданин Российской Федерации, все эти операции, они делаются бесплатно. Нужно что? Нужно направление? Или просто человек почувствовал что-то как-то, что-то не то? Пришел к вам, выявили, и, собственно говоря, как-то же должен кто-то его направить? Или он сам? Ну, здесь все отработано. Как правило, он обращается либо к хирургу по месту жительства, либо к терапевту, и по наличию жалоб присылает уже к нам. Можно использовать как наличие электронной очереди, записаться через интернет, можно через телефон, можно прийти напрямую. Здесь несколько менее комфортно. Какое-то время придется подождать пациенту, но все равно в течение часа максимум полутора он будет принят. Лучше, конечно, использовать электронную очередь, тогда вообще ждать не придется. Но если вдруг по каким-то причинам не получается это сделать, лучше пусть приходит сразу, достаточно быстро будет осмотрен. У нас в поликлинике принимает ежедневно доктор специальный, коллапрактолог, и он уже поможет ему это сделать. Анализ делается на первом этаже. Если пациент старше 48 лет, абсолютно бесплатно будет точно. В рамках диспансеризации тоже все это бесплатно. Кто прийти к вам может? То есть любой житель города, получается, в области? Совершенно верно, да. Имея полис? И у нас, более того, у нас этот проект сейчас стартует по всем поликлиникам города. Мы обкатали все на своей поликлинике и на пятой больнице. Сейчас активно к нам подключаются районы. Михайловский, Спасский, вторая поликлиника. В общем, все население города и часть области также будет полностью охвачена этим методом. И думаем, надеемся, что на будущий год уже тотальная диспансеризация области мы сможем провести. Дмитрий Анатольевич, наверное, у меня последний к вам вопрос. К сожалению, время программы подходит к концу. Скажите, пожалуйста, вот этот проект диспансеризации, он реально помог спасти кому-то жизнь? Безусловно. Вот мы стартовали в течение месяца. Один рак выявлен, уже соперирован. Будет выписан буквально сегодня-завтра. Еще один выявлен лежит у нас в клинике. Трое ждут госпитализации на следующей неделе. Мы их кладем. В общем, мы сейчас 770 пациентов примерно уже обследовали. И у 65 выявлены положительные пробы. Это большинство из них, конечно, это полипы. Это основная заслуга. Они будут удалены. Многие из них уже удалены. И большая часть в ближайшую неделю-две. При полипе не горит, как говорят, что надо все бросать, идти удалять. Можно подождать неделю, две, три. Но все-таки в течение месяца-двух надо эти полипы удалить. Если они доброкачественные. Поэтому проект уже, можно сказать, удался. Мы сейчас обкатываем. Это пилотный проект. У нас в области он стартует впервые. И есть всего там, может быть, 4-5 регионов. Может быть, чуть больше, 6 максимум в России, где вот этот проект уже проводился. Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое за то, что нашли время. Пришли к нам, ответили на вопросы. Спасибо большое. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова